ДРАКОНОВ Эволюция драконов в сериале напоминает картинку, где пещерный человек эволюционирует до человека прямоходящего. В начале второго сезона они были совсем детеныши. Мы сразу знали, насколько они в конце концов вырастут. Но, как и в жизни, с ростом меняются пропорции. Ребенок становится взрослым. И милое существо превращается в страшного зверя. Это путь от малыша, который, сидя на столе, пытается испепелить кусочек мяса и вызывает у нас только умиление. До дракона размером с Боинг. Это был наш самый масштабный проект. В какой-то момент мы сравнили нашего самого крупного дракона с Боингом 747 и поняли, что дракон-то побольше будет. А тогда мы еще работали с драконами метр высотой и подумали, да уж, это будет интересно. Время шло, они все росли и росли. Они вырастали очень резко, скачками. В начале мы много чего изучили. Скелеты динозавров, скелеты хищных птиц, комодских варанов и всевозможных рептилий, чтобы понять, как они себя ведут. Какое у них строение тела, какая шкура, насколько у них большая голова по сравнению с телом. Такое огромное существо, как дракон, по идее, не должно так летать. Дэн Кэтчер, наш художник, увеличил им крылья, потому что он отлично разбирается в фантастической анатомии, в том числе драконов. Он понял, что крылья должны быть достаточно большими, чтобы поднять такую громаду в воздух. На телевидении не так уж много сериалов, где главные герои носятся верхом на огнедышащих драконах. Мы с самого начала решили использовать настоящее пламя, а не компьютерную графику. В сцене, где есть анимированное существо, все должно быть продумано. На съемках арены в Испании у нас было два роботизированных операторских крана. На одном камера, на другом огнемет. Пламя бьет на 15 метров, и было круто. Но каждый год ставки росли, и драконы уже летали над площадкой в 30 метров. И нам пришлось решать новую задачу — поливать площадку огнем с высоты. Мы использовали камеру на тросах, которая перемещалась в 3D-пространстве, и подумали, а давайте к ней прицепим огнемет. Так мы смогли снять настоящий огонь. А если огонь настоящий, то и драконы тоже. Без пламени ничего бы не получилось. Драконы — это не просто большие страшные монстры. Они должны были полноценно взаимодействовать с актерами и играть в сценах. Чтобы на экране это выглядело правдоподобно. Здесь нам, как художникам по визуальным эффектам, досталась особая роль. Ведь обычно мы занимаемся фоном, картинкой. Драконы сделались гораздо сложнее. И чем они больше, тем ближе мы на них смотрим. В третьем сезоне мы к ним подходили только на полтора метра. Если мы создаем, по сути, самостоятельного персонажа, то его поведение должно вызывать у зрителя определенные эмоции. Когда Дэнни прилетает на драконий камень, и дракон приземляется, Дэнни на нем верхом, он бросается на Джона, и мы не знаем, что произойдет. И тут нам открывается, кто Джон на самом деле. Мы это понимаем по реакции дракона. Он становится послушным и смирным. Здесь появляется еще один актер, то есть дракон. Нам выпал шанс создать нечто такое, чего очень не хватало на телевидении. Хотя ничего похожего мы не видели. Мы следим за судьбой Визериона до самой его гибели, когда он падает, подстреленный Королем Ночи. И то, как глубоко людей потрясла эта сцена, это просто невероятно. Когда Король Ночи прикасается к мертвому дракону, и камера двигается прямо по чешуе, это должно было быть как в жизни. Людям так нравятся драконы, именно потому, что мы стремились к реалистичности. Драконы как живые, они придают этому миру объем. Вот что всех привлекает. Драконы запомнились всем. Они получились очень удачно. И работа была невероятно увлекательной. Это ни с чем не сравнить. Здорово, когда за счет визуальных эффектов можно раздвинуть границы мира, добавить живописные панорамы. Но важнее всего, какие чувства вызывает история у зрителей. Помогает ли этому визуальный ряд? И когда все гармонично, это очень ценно. В драконов очень много людей вложили душу и силу. И я бесконечно горжусь командой, которая это сделала. Субтитры создавал DimaTorzok